Друзья, всем привет! С вами я Эдскрайбер и сегодня у нас распаковка. Смотрите, друзья, вот такая просто куча посылок приехала. Давайте начнем, наверное, с самых небольших, маленьких и перейдем непосредственно к большим посылочкам. И пишите, друзья, как вам такой вообще формат распаковок, нужен он или нет. Так как я обещал, давайте начнем мы с распаковки маленьких посылок. Догадайтесь, друзья, что это? Пишите в комментах, что это за приблуда такая. Вот, это, кстати, от фирмы IKEA. Вот, смотри, здесь написано IKEA и здесь ничего не написано, да? Качество такое неплохое. Обтесано, да, так здесь, здесь, здесь обтесано, но такое дерево. Короче, друзья, это подставка. Телефон сюда не залазит, а вот сюда с чехлом залазит. Но это толстый телефон, это Redmi 4A. Попробуем без чехла, без чехла, ну, еле как, еле как помещается. То есть здесь нужен телефон такой достаточно современный, тонкий. Redmi 4A старичок сюда уже не лезет, а вот сюда без проблем. То есть вот можете вставить. Так, а давайте проверим планшет. То есть вот здесь iPad 2018 года помещается. Смотрите, то есть iPad 2018 тоньше, чем Redmi 4A. Вот такая вот тема интересная. Переворачиваем. Да, то есть получается здесь угол наклона немножко больше в этом варианте. А если вы перевернете, то угол наклона будет немножечко меньше. Ко 149 рублей она в Икеа стоит. Еще раз, друзья, прощая вас, ставить лайк. Если вам нравится такой формат распаковок, то пишите обязательно в комментариях, нужно его делать или нет. Здесь у нас, друзья, смотрите, какая история. Это аирподсы. То есть это копия аирподсов i9s TVC. В общем, короче, непонятное название. Коробочка уже, честно говоря, вываливается сама. Давайте посмотрим, что там внутри. Вот такой бокс. Вот, ну понятно, что это копия, копия аирподсов, да. Надо будет проверить. Вот такой небольшой карабинчик, для чего он? Это чехол, силиконовый чехол. Силикон такой неплохой, друзья, хорошего качества. Видно, что мягенький, хороший. И белый цвет матовый, матового белого цвета. Зарядка, значит, microUSB. Проводок тоже, тоже не дешманский, такой нормальный. Ну, слушайте, коробочка такая маленькая, приятная. И давайте сразу чехольчик проверим. То есть вы помещаете сюда вот чехольчик. И смотрите, у нас такой чехольчик сразу идет в комплекте. Ну что, классно, классно. То есть у вас и чехольчик, и все вместе взятое, да. И сами наушнички, друзья, проверим. Но, если честно, первое впечатление, они очень похожи. Очень похожи на оригиналы. Сравнить не получится, потому что оригинальных у меня нет. Но я вижу там уже контакты, друзья. То есть, как бы контакты для того, чтобы они подзаряжались. И здесь, ну, скорее всего, небольшой блочок там есть какой-то красивый. Я, кстати, вот сейчас вам покажу даже оригинальные, да. Но это не AirPods, это просто, получается, проводные наушники оригинальные от Apple. То они, ну, достаточно, так скажем, схожи. То есть это очень хорошая такая копия. Вот, первое, друзья, на что обращаю внимание, это очень легкие наушники. Я вообще не знаю, как там вообще поместились еще какие-то аккумуляторы. Там магнитная полоса присутствует. То есть, смотрите, они магнитятся. И вы вставляете сюда вот эти наушники. Таким образом. И вот таким образом. И, по сути, должна идти подзарядка. Но мы проверим. Кстати, вот, да, уже включился синий цвет. То есть, по ходу, подзарядочка пошла этих наушников. Друзья, протестируем на канале. И интересно будет послушать, да, насколько они крутые, да. И ценник. Это я все потом, друзья, на основном канале обозначу. А сюда затаскиваем таким вот образом. Хоп. Оп она. А, ну и вот, получается, этот чехол специально для того, чтобы карабинчик сюда установить. И вы могли вот эти, ну, не знаю, на карманку, на джинсы там. Или же на пояс прицепить и ходить вот с этим ремешочком. Ну что, в принципе, неплохо. Неплохо такая штука. Ну, вот это вот, если честно, такая прям дешманская видная штуковина. Дальше идем, друзья, на увеличение. То есть, следующая посылочка. Вот такое чувство, друзья, что это стекло для айпада. Да, друзья, это так и есть. Это стекло для айпада. Первое стекло я заказывал именно вот этих продавцов. И оно пришло битое. Вообще битое, причем там, ну, в мясо. То есть, ну, битое оно было не потому, что китайцы, соответственно, отправили его битым. А битое оно было потому, что это виновата наша славная почта. Нет, все со стеклышком, все отлично, все в порядке. Так что, давайте, кстати, приценимся. Вот таким образом стекло будет установлено. Все отлично подходит. Посмотрите, наушнички до сих пор заряжаются. Все классно. Ну, мне уже радует. На самом деле, красивые наушнички, друзья. Так, следующая у нас посылочка по возрастанию. Вот это. Друзья, пишите в комментах, что это может быть. Вот это поворот, друзья. Друзья, это... Ей, минда. Что это такое? Стабилизатор для телефона, да? То есть, чтобы снимать годный контент, красивые картинки. Чтобы плавная картинка была. Картинка, в общем, как в кино. Чтобы все было красиво и шедеврально. Это вот именно нужен для стабилизатора. Я, кстати, вижу, что здесь вот такая вот площадочка внизу. То есть, он, наверное, стоит прямо на этой площадке. Если это будет так, то это будет круто вообще. И, кстати, друзья, как вам такое предложение? Мне что-то разыграть из того, что я распаковываю. Если у вас есть желание, то обязательно ставьте лайк этому видео и пишите комментарий. И мы с вами что-то разыграем. Слушайте, так прям все упаковано. Интересно. Ух, не добраться. Вот она. Так, руководство. Манувальчик почитаем. Ну, манувальчик на английском языке и половина на китайском языке. Я думаю, что, в принципе, придется немножко с этим разобраться. Так, первое это грузик. Кстати, да, чтобы стабилизация происходила правильным образом. Значит, microUSB зарядка. Похоже, только сам стабилизатор. Больше, в принципе, здесь ничего нет. Да, друзья, ну это, конечно, круто. Это крутая вещь. Крутой гаджет. Так, и мне бы еще понять, как вся эта штуковина работает. А, здесь вообще просто, смотрите. То есть, никаких механических вам регулировочек. Просто вытянул и погнали, да? То есть, допустим, мы ставим сюда телефон и вот так вот начинаем его сюда впихивать, да? А, в таких приспособлениях, друзья, в чем плюс? То, что вы, в принципе, закидываете сюда телефон, да? Вот, оттягивая таким образом и все. Вот, но если телефончик будет побольше, да? Широкий, там, может быть, какой-нибудь, ну, большой телефон, типа Honor 8X или же MX3, да? То вы уже натягивать, как бы, ну, сможете. Но, в принципе, вот тут предел этого такого будет формата. То есть, не совсем большого формата. Redmi Note 7 сюда еще полезет, да? А другие дальше нет. Вот, ну, может быть, здесь как-то все это дело регулируется? Не знаю, друзья, если честно. Вот, давайте попробуем включить. Вообще, это хозяйство как-то работает. Так, где здесь у нас включалка? Вижу джойстик. Ну-ка, будет он стоять, кстати? Нет, друзья, стоять он не будет. Так, что-то здесь открывается так не айсово. И здесь батарейки, да, идут внутри. Так, но проверить пока, друзья, не получится. Смотрите, раз, батарейка. А, и все, да? То есть, получается, раз, батарейка. Вот USB-вход получается здесь microUSB. Вот, и, друзья, если честно, я пока не могу понять, как все это хозяйство работает. Есть джойстик, абсолютно точно. Есть кнопка, скорее всего, кнопка, либо записи кнопка включения-выключения. И здесь какая-то кнопка, либо эта кнопка включения-выключения и так далее. Но стабилизатор это классная штука. Вот, кстати, если необходим еще грузик, то его можно сюда таким образом приколхозить. Все, и это, видите, кстати, дестабилизирует телефон. То есть, он начинает как-то крутиться. То есть, если у вас телефон большой, и вам нужен дополнительный грузик, то вот он включится именно сюда. А сейчас, в принципе, он уже чувствует себя, ну, более-менее как-то неплохо. Как мне, по крайней мере, кажется. Вот, но штука очень классная, друзья. Протестируем, посмотрим, как все это хозяйство снимает. А можно ли доверять этим китайцам или нет, обязательно вам скажу. Друзья, ну и последний гаджет. Самый большой просто, большой гаджет. Что вы думаете, что здесь внутри? Пишите в комментах обязательно. Первое, что мы видим, друзья, это Professional. И что это у нас за Professional? Открываем коробочку. Так, что у нас там упало. Вот она. Так, и все, в принципе, больше ничего нету. Вот такая штуковина, друзья. Я уже знаю, что это такое. Это трипод. Это трипод для съемок. Ну, кстати, очень классно упаковывал. Мне нравится, что здесь чехольчик есть. Чехольчик неплохого такого качества. Да, нету ниток, нету каких-то лишних запчастей. То есть, вот, вы сюда закинули трипод и ходите. Это можно на плечо закинуть. И на самом деле он не совсем большой. То есть, компактный совсем трипод. Но тоже, друзья, протестирую, как он работает. Вот такая история. И что мы здесь видим? Небольшой кармашек для чуваки. Какая-то карта VIP. Это, скорее всего, для китайского магазина вот эта скидка. Да, это ключи шестигранники. Так, а сюда что делать? Ну, что засовывать, не знаю. Но то, что есть такой чехольчик небольшой, это прикольно. Кстати, даже можно телефон туда закинуть и пользоваться. Такая штуковина. И мне, друзья, в первую очередь интересует вот эта штука. То есть, вот этот проем. Потому что, по сути, вот эту вот голову можно каким-то образом упирать сюда, в этот проем. И делать очень правильный штатив. И самое главное, друзья, давайте проверим голову. Что здесь в голове у нас? Качество очень хорошее, друзья. Металл. Везде-везде металл абсолютно. Пластика пока что вообще не нашел. То есть, никаких пластиковых вставок. Кроме, может быть, даже вот этих. Только вот эти пластиковые вставки, да. Пластиковые ручки. Здесь вот это все из металла сделано. Ну и по качеству очень-очень даже добротно. Не скажешь, что это похоже на каких-то классических китайцев. То есть, это похоже на очень хороший, современный и такой правильный гаджет. Друзья, вот такая распаковка была. В общем, у меня возникла идея. Давайте мы разыграем вот эти великолепные наушнички. Мне кажется, больше всего вы хотите именно вот, чтобы у вас были такого рода наушнички. Если вам нравится идея, вот розыгрыша таких вот великолепных наушников, то обязательно поддерживайте все это дело лайком и комментарием. Пишите об этом и мы их, друзья, с вами сначала протестируем, посмотрим и далее мы их разыграем. Вот такие дела, друзья. Это была распаковка от AdScriber. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Всем позитива добра.